Здравствуйте! Давайте сегодня поговорим о очень важном аспекте нашего существа. Я его назову внутренний ребенок. Что из себя представляет этот внутренний ребенок? Это наша психоэмоциональная составляющая, которая в развитии остановилась на уровне у каждого по-разному, например, 4, 5, 6 лет. Может быть, раньше. Все очень индивидуально. Мы физически, то есть наше тело физически развилось. Вы смотрите меня, вам может быть 20, 40, 50, 70. Наше сознание развилось, но наша психоэмоциональная составляющая осталась в том маленьком возрасте. Именно это объясняет наше поведение. Когда мы, встречаясь сложными ситуациями, со сложными ситуациями, будь то в которых раздражитель является внешний или внутренний, и эти раздражители, которые нас выталкивают из нашей зоны комфорта, что с нами происходит? Правильно, мы регрессируем. Мы обижаемся, злимся, психуем. Прыгаем в драку. То есть мы ведем себя так, как маленькие дети. Почему? Потому что мы внутри в развитии, психоэмоциональном развитии, назовите эмоциональном развитии, остановились в маленьком возрасте и не развивались. Вы спросите меня, а что нужно, чтобы развиваться в этом аспекте? Все очень просто. Мы должны, опять же, как я везде и говорю, наблюдать свои реакции. Наблюдать, накапливать опыт наблюдения, накапливать опыт реагирования. Потому что чем больше мы замечаем свое шаблонное эмоциональное поведение, тем более мы его начинаем контролировать, тем более мы начинаем внутренний свой аспект, который я назвал внутреннего ребенка, начинаем этот аспект контролировать, осознавать. Правильно сказать, осознавать. К чему это должно привести? И вообще, какой критерий, основной критерий, того, что внутренний ребенок вырос? Критерий того, что наша эмоциональная составляющая, или душа стала взрослой? Основной критерий – это безусловная любовь. То есть, это та любовь, которую мы испытываем, будучи родителями к своим детям. Христос об этом говорил, я думаю, что в других религиях философы, пророки, они говорили то же самое. Христос говорил, возлюби ближнего своего, как самого себя. О чем он говорил? Он говорил о безусловной любви. Мы же себя любим безусловно. Мы принимаем себя во всех своих состояниях, ипостасях, все свои реакции. Мы себе прощаем все. Мы себя принимаем полностью. Безусловно, любим себя. Так же, как безусловно вы любите своих детей, если они у вас уже есть. Потому что ваши дети – это суть вы. Так же, мы можем начать любить, безусловно, окружающий мир, окружающих людей. Когда наша душа станет зрелая, взрослая. Когда наш внутренний ребенок вырастет. Тогда наш разум, наша душа и наше тело будут на одном уровне развития. Что это нам даст? Во-первых, у нас освободится огромный потенциал для осознания. Потому что мы, когда попадаем в сложную ситуацию, мы сразу же регрессируем в ребенка. И весь потенциал накопленный, если мы какой-то период времени были спокойны, гармоничны, он, я говорю, потенциал – личная сила. Он расходуется мгновенно, потому что мы взрываемся. Бу-у-у! Из нас выходит. Соответственно, мы распыляем весь накопленный потенциал. Соответственно, почему я об этом говорю? Мой канал называется «Практика медитации». Потому что без понимания этого вопроса, без зрелой души, медитация неполноценна. Тогда без зрелой души медитация – это чистой воды компенсация. Медитация, как я ранее говорил, это процесс диссоциации нас, как наблюдателя, как восприятия. Я себя называю восприятием. Я – восприятие, которое поверило на какое-то время, что я Андрей Добриков. Так вот, это очень хороший способ избежать решения внутренних проблем, избежать встречи со своей внутренней составляющей, которая не проработана, не зрелая. очень многие уходят в практику, лишь бы сбежать. Сбежать от решения насущных проблем, сбежать от встречи с самим собой. И я акцентирую ваше внимание на том, что нужно работать с внутренним ребенком. Акцентирую ваше внимание на том, что медитация – это прекрасный, замечательный способ выработать наблюдателя. Для чего? Для того, чтобы наблюдать себя, для того, чтобы погружаться внутрь своих эмоций, иногда разрушающих, наблюдать свои мысли, которые кишат, роятся, не исчезая. Чем крепче, чем стабильнее мы, как наблюдатели, то мы можем погружаться внутрь себя хаосного, находиться там. И вот этот вот островок порядка, он начинает структурировать хаос, стабилизировать, гармонизировать, наблюдая, накапливая опыт наблюдения, шаблонного поведения, для того, чтобы сформировать более правильное поведение. Вы спросите, как сформировать? Зачастую это происходит автоматически. Количество перерастает в качество. Чем больше у вас наблюдения за внутренними процессами, за реакциями, тем больше у вас материала этого наблюдения, тем больше систематизация. и когда это количество нарастает, переходит в критическую черту, мы бах и осознаем. Мы бах переходим на следующую ступень развития, внутренней эволюции. Мы начинаем становиться более взрослыми и осознанными. Об этом можно говорить все, что угодно и сколь угодно долго. Но это, если вы ни разу этого не пробовали, не даст вам йод и понимания. Но если у вас достаточно сейчас личной силы и вы никогда не занимались, то это мое видео вас тоже толкнет к сознанию. Поэтому если личной силы недостаточно, попробуйте позаниматься. Посмотрите другие видео. Попробуйте разобраться, если вам это интересно. Двигайтесь вперед вместе со мной, занимайтесь вместе со мной. Приходите на групповые занятия. До встречи. до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...